Добрый день, друзья! Сегодня в этой студии достаточно актуальная для зимы программа. Зима – это время спортивных травм, это время лыж, это время сноуборда. И мы пришли, дабы, может быть, подсказать, как нужно делать правильно, как не нужно делать неправильно. Меня зовут Юрий Глазков, я врач-травматолог-ортопед. Со мной сегодня в этой студии мой тезка Юрий Сдобников, также врач-травматолог-ортопед. Но помимо этого, это реабилитолог и врач спортивной медицины. И его настрой на работу на каждый день – это все-таки не оперировать пациентов, а делать то, что можно сделать без операции. Немножко введем в тему. Мы очень часто в наших каких-то соцсетях, в наших комьюнити спорим. Спорим достаточно жестко, бывает агрессивно. Но чем дольше мы спорим друг с другом, тем меньше, тем спадает уровень этой агрессивности. Спорим мы по поводу чего? По поводу того, нужно ли оперировать пациентов, не нужно их оперировать, когда их нужно оперировать, нужно ли оперировать острые травмы, которые впоследствии, в теории, если правильно пролечить консервативно, могут не беспокоить пациента, либо не нужно их оперировать. Ну, много вопросов, много вопросов. Я думаю, что в режиме такой комфортной беседы мы с Юрием найдем какие-то общие точки. Мы уже пробовали их искать, у нас были эфиры в Инстаграме, которые прям получились, и я думаю, что часть вопросов открылась. Я хочу начать с примера, за которым не нужно далеко ходить. Буквально сегодняшний мой прием, час назад, пациентка, 45 лет, плюс-минус, год назад она падает на лыжах, лыжи беговые, что для нее было удивительно, и получает травму коленного сустава. Дальше ее действие классическое, это поход в травмопункт, это было недалеко от Москвы, в соседней области, там ей сделали рентгенограмму, и, что странно, но тем не менее, посоветовали срочно пойти сделать МРТ. Она сделала магнитно-резонансную томографию коленного сустава, и на этом исследовании выявлено повреждение передней крестообразной связки, острый разрыв передней крестообразной связки. Внутри колена много жидкости. Что делают пациенты наши? Чаще всего они открывают какие-то средства связи и обращаются к известному доктору Google, который ей сказал, что вашу проблему нужно решать в кратчайшие сроки. То есть, если вы не успеете сделать операцию в течение первых трех дней с момента травмы, то плохо будет вашему суставу в дальнейшем, и плохо будет вам, в принципе, кататься на лыжах, наверное, тоже. Пациентка нашла клинику, где ей помогли и сделали эту операцию в первые три дня. Это было самое начало ее проблем. Проблемы начались дальше. Это были проблемы с реабилитацией, проблемы с разработкой движений. И через год практически, то есть, ей была сделана операция в марте, сегодня она пришла ко мне с жалобами на то, что нога не работает так, как она должна работать, первая. И второе, и основное, то, что нет объема движения, который бы она хотела получить. Ключевой, очень важный вопрос для пациентов, для наших коллег, которые где-то посередине, и опять же, многие наши коллеги, это также люди, которые ведут активный спортивный образ жизни, которые катаются зимой на лыжах, на коньках, на сноуборде, и также могут получить травмы. Твое, ЮР, мнение, мы не будем говорить друг другу, увы, потому что мы действительно немножко хорошо друг друга знаем, поэтому... У нас неплохие результаты есть у пациентов. И неплохие результаты совместно. Есть чем похвастаться даже. Поэтому немножко потыкаем друг к другу. Вот данная конкретная ситуация, какие ты видишь ошибки, возможно, может быть, что-то изначально пошло не так. Как бы ты поступил бы на месте, я сделаю оговорку. У пациентка непрофессиональная спортсменка, травма получена, ну, скажем так, случайно, в момент прогулки с супругом на беговых лыжах. Могу, начну, может быть, с механизма травмы, и принципиально важно, чтобы люди понимали, потому что прогулка на лыжах такая вроде бы, как сказать, прогулочная, почти бытовая нагрузка вроде бы, но какой кроется риск и даже потенциально более опасный, чем на горных лыжах? Это то, что горные лыжи отстегиваются, а беговые не отстегиваются. И поэтому у них достаточно часто бывает, не реже, чем у горнолыжников, у которых обычно травма передних сообразных связок, как мы знаем, когда лыжи не отстегиваются, это, как правило, неправильный подбор крепления. Другая тонкость, то есть травма произошла, потому что лыжа не отстегнулась, она не должна была, что она, конечно, не ожидала. Второе. Дальнейшие несовпадения ожиданий пациента с текущей функцией, которую она получила по результату после операции, скорее всего, связаны с тем, что хирург не донес до нее необходимость и важность реабилитации после оперативного вмешательства. И я, увы, с этим достаточно часто сталкиваюсь. То есть я сталкиваюсь с последствиями вот такого пациента, который пришел ко мне и недоволен функцией, но ему не донесли то, что реабилитация… Ну, не буду вот эти проценты, сколько важность операции, 50% операции. В целом, да, мы как бы Юрий-Юрий, 50 на 50, чтобы все честно. Но в целом, я считаю, примерно так и есть. То есть в целом операцию тоже важно выполнить правильно и есть… Ну, ты без меня лучше меня знаешь, что там можно сделать не так, в том числе, это сегодня тоже, если надо, обсудим. Ну, и реабилитация еще более творческая, да, как бы, наверное, занятие более продолжительное, как минимум по срокам. То есть в целом там 6-9 месяцев у нас до полного восстановления в зависимости от трудов пациента и реабилитолога, и комплайнса, много всяких факторов. Но чаще всего проблема идет от того, что хирург, выполняя свою функцию, прямую выполнение оперативного вмешательства, не доносит последствия некачественной реабилитации или, скорее, не доносит важность адекватной реабилитации. И в целом, мне кажется, современные специалисты, ну, так себя уже не ведут без обид тому специалисту, который сделал оперативное вмешательство. И здесь просто потому, что ты сделал как операцию, и это твой пациент. И его функция в перспективе – это твоя ответственность тоже, а не только то, как ты поставил трансплантат, как там условно все это сделал. Поэтому, ну, это одна крайность. Бывает, хирург все сказал, но дальше все в руках пациента. И не спортивный пациент, конечно же, ему очень тяжело психологически превращаться в спортсмена, потому что ты знаешь хорошо изнутри реабилитационный процесс, как выглядит. И это реально, ну, это реально как бы нужно пахать. Для того, чтобы функция соответствовала второй конечности, реально это тяжело. Это встречи, во-первых, финансовые, да, некоторые затраты, некоторые по квоте делают операцию. И просто физически говорят, ну, у меня нет на встрече с реабилитологом. В целом, я работаю 6-7, нет, ну, на 4-7 встреч, в зависимости от целей, встреч до полного восстановления. От операции до полного восстановления. То есть, а можно я тебя сразу перебью, потому что это тоже всегда проблема для пациента. Пациент думает, что ему нужно ходить к доктору, платить деньги каждый день, через день. И это все часто-часто. То есть, нет такого, что это так. Тебе достаточно условно раз в неделю встречи с пациентом, какие-то домашние задания, какие-то новые упражнения, и условно через неделю он еще раз тебя посещает, и ты принимаешь у него тот экзамен, который он должен был выучить. Да, могу рассказать конкретнее, прям, какие сроки. Потому что это интересно, потому что все думают, что… Пациент будет понимать, что ему предстоит. Да, здесь какие варианты есть сейчас. Первое, то есть, первое, с момента операции мы начинаем, во-первых, упражнение с 2-3 дня, в зависимости от общего самочувствия, бывает оно не очень хорошее, тогда мы отодвигаем немного эти сроки, но мы начинаем упражнение как можно раньше. Тогда функция у нас лучше, у нас меньше ингибиции, ну, и атрофия мышц, ну, и так далее, у нас гораздо лучше амплитуды, все остальное это научно подтверждено. Если нет ограничений, да, например, по шву мениска, каким-то повреждением костей и так далее, то есть, ну, в зависимости от, поэтому не могу сказать. В среднем, если это пластика, крестообразные связки и, там, например, резекция мениска, да даже шов мениска, мы все равно упражнения делаем, чуть-чуть более ограниченные, с ограничением сгибания, но сразу же. Мы это вместе обсуждаем. Здесь есть одна проблема, это то, что человек на костылях, зима, он боится выходить и ехать ко мне, потому что я к нему приехать не могу, у меня плотная запись. И тогда иногда до операции мы с ним делаем пререабилитацию, то есть, мы с ним занимаемся функцией и максимальным сгибанием-разгибанием, если оно ухудшено для того, чтобы оно меньше ухудшилось после операции. И на этом же этапе, потому что упражнения многие похожи, мы обсуждаем сразу, что он делает после операции. Так как он попал уже ко мне, и мы сразу с ним обсуждаем оба этапа. Либо он приезжает ко мне уже на костылях, ничего не поделает, мы обсуждаем все эти важные моменты, либо в онлайн-формате это делаем, чтобы его, в том числе на костылях, не дергать и не было рисков дискомфорта в ходьбе по лестнице. Это тоже требует навыка. И мы с ним обсуждаем, что он делает. На видео снимаем протокол, текстом, что он делает, дальше он делает сам. Обсуждаем, что у нас есть сроки, две недели до следующей встречи, есть цели, что должен выполнить, что должен получить пациент за это время. Углы сгибания-разгибания, сила, амплитуда и так далее, ощущения. Все, по необходимости мы на связи. У нас есть обратная связь. В целом, это каждые две недели в среднем идеальная картина. Каждую неделю даже не вижу необходимости, там фазы не так быстро идут. И я сразу человеку объясняю, что реабилитация в его руках. За него никто ничего не может сделать. Ни магниты, ни массажи, ничто не будет работать. Объясняю даже, кому надо механизмы, как это все происходит, в зависимости от заинтересованности пациента, его желание глубоко погрузиться в реабилитацию. И объясняю, что кроме труда, ничто не поможет нам восстановить колено. Сразу его мотивирует тем, что возможности восстановления, как здоровые ноги. Вот как вы видите свою вторую ногу, вы можете так же. Ограничений у вас нет. Можете как баскетбол, теннис. Вы раньше не играли в теннис, сможете играть в теннис. Но для этого нам нужно с вами, вам нужно позаниматься. А я вам расскажу, что делать. И вот много маленьких деталей, которые у меня за мой скромный опыт условного реабилитолога, выстроились как человека потенциально замотивировать. Не сказать ему, что не будешь делать упражнение, будет у тебя кочерга. Ну так минимум неэтично. Я как бы вот такими вещами, отдаленными прогнозами его представляет. О, я бегу условно. То есть для бегунов это важно, например. Я как бы его немножко замотивирую делать упражнения. Даже скажу, есть еще формат, в котором мы тоже работаем. С Валентиной Юдаковой, нашей общей, тоже знакомой, моей коллегой близкой. Мы сделали онлайн-курс, где мы очень подробно отсняли все, что необходимо делать от момента операции до полного восстановления и бега условно. И многие, сейчас уже почти 200 человек восстановилось по этому курсу. И есть люди, которые ни разу не пришли ко мне на прием, имеют стопроцентную функцию. Вот, это не часто. Есть люди, которые идут по онлайн-курсу. Я так и говорю, если у вас появляются вопросы, ощущения, боль, дискомфорт, что-то идет не так, мы с вами делаем консультацию. Куча людей, ну как бы он за рубежом, онлайн, то есть у нас достаточно большой. Есть чат тех, кто хочет, и мы там обсуждаем какие-то вопросы. То есть здесь еще есть поддержка в этой онлайн-консультациях? Ну то есть онлайн-поддержка прям практически в WhatsApp или что-то куда-то. Да, у нас есть Telegram-чат, мы там вот люди скидывают ощущения, и даже видео какие-то и так далее, потому что, ну, очень много вопросов возникает. Реабилитация у всех идет по-разному, то есть настолько разительны бывают амплитуды, ощущения, отеки, хрустит, щелкает там. Я это тоже вижу. И, естественно, люди не могут это решить, а в рамках приема это бывает одно простое упражнение, и все, и уже не щелкает надколенник, и не вызывает боль там и так далее. И то есть мы вот это все делаем, но тратим свое время нерабочее, в том числе на это, но потому что иначе люди будут как бы недовольны всем, включая операцию. Вот, примерно так. То есть в среднем вот так мы встречаемся, у нас 3-4 встречи каждые 2 недели, потом каждые 3-4 недели дальше уже, то есть первый важный этап – это ходьба, отказ от костылей. И, как правило, если мы говорим про минимальное количество встреч, это вот начало, начать максимально рано упражнение для того, чтобы улучшать функцию, снимать отек, и в том числе психологически начать работать с ногой, понимать, что она живая, что она сильная, она сокращается, двигается и так далее. Тоже важный момент. И дальше второй – это от 3 до 5-6 недель в зависимости от отказа от костылей. Дальше уже это, ну, если есть у нас какие-то, ну, так скажем, желания по спорту, бегу и так далее, это уже прыжки, бег. Ну, и в конце, дальше прыжковые упражнения, в конце это прыжковые тесты. То есть я стараюсь даже человек, который не бегун, не марафонец там и так далее, закончить прыжками его реабилитацию. Потому что для меня бег – это вполне бытовая нагрузка. Добежать до автобуса, ребенок побежал за мячиком на дорогу, мы будем вынуждены побежать. Если мы до этого, ну, извиняюсь, не попрыгали, да, и не побегали, то мы просто не будем верить в наше колено, и оно может в том числе заболеть. Поэтому здесь важный психологический компонент. Пока мы не попрыгали, колено не выздоровело полностью. Ну, есть же функциональные тесты, которые как раз… Все верно, да, международные тесты есть, которые застандартизированы для того, чтобы констатировать полное восстановление. То есть я стараюсь, неважно какой возраст, неважно какие цели и задачи, я стараюсь, чтобы прыжковые тесты были проведены для того, чтобы я спокойно спал, а человек был уверен в функции своей конечности, что если он побежит, не знаю, где-то куда-то, но никуда не это. Все-таки, если разбирать вот эту ситуацию, которую я описал, у меня есть ответ на этот вопрос, он абсолютно четкий. Как ты думаешь, обоснованно было брать пациентку на хирургию без восстановления функции? Кстати, вот что надо сказать, то, что не все пациенты, и я это прям практически каждый раз вижу, когда приходят пациенты с разрывами передней крестообразной связки, не все пациенты понимают вообще, зачем она нужна, передняя крестообразная связка. И когда я рассказываю о том, что вы можете идти в тренажерный зал, вы можете брать штангу, вешать ее аккуратно на плечи и приседать, ну, небольшой опять же, у пациента округляются глаза, они говорят, в смысле, у меня же порвана передняя крестообразная связка, у меня там порван мениск. Как? На самом деле, когда ты объясняешь анатомию, объясняешь биомеханику, и человек понимает, что на самом деле передняя крестообразная связка та же, она не нужна для прямого блокового движения, будь то приседания, будь то просто ходьба по прямой поверхности, будь то даже и бег в том числе, и она работает исключительно на скручивающих движениях, вызывая нестабильность, то разрешается очень много вопросов, и в ряде случаев пациенты говорят, что меня все устраивает. То есть, когда ты объясняешь, что без какой-то структуры нашего сустава можно жить и вполне себе нормально, может быть, в чем-то нужно себе отказать. Лыжи, да в смысле, не нужны мне, не нужны уже мне эти лыжи, хватит. То здесь как раз возникает тот самый диалог, который мы вывели в названии этой передачи, в названии этого нашего с тобой диалога, что когда объективно нужно делать хирургию, по твоему мнению, когда не нужно делать хирургию, без ты, наверное, один из таких самых адекватных реабилитологов в моей записной книжке, один из пяти, скажем так. Почетно, спасибо. Нет, на самом деле это так, потому что ты, а, не пытаешься вылечить тех пациентов, которым нужна операция. Да, я честно отправляю их к Юрию. Последние годы я прям спокойнее гораздо. Нет, это здорово. И с другой стороны, я понимаю, что если, ну даже если ко мне приходит пациент от тебя, я понимаю, что, ну, скорее ему нужна операция, ну, я всегда тебе наберу, и ты скажешь то, что, ну, да, наверное, там, да. Вот, но в любом случае то, что делаешь ты, оно перед операцией, как предоперационная подготовка, оно работает и работает хорошо. Все-таки, критерии того, мы не берем профессиональных спортсменов, потому что если ты профессиональный спортсмен, мое убеждение, что в 100% случаев нужно думать о хирургии. Возможно. Если только это не шахматист, который упал в быту. Ну, я не стал это говорить, но, опять же, шахматисты катаются на других видах транспорта, гужевого в том числе, поэтому я думаю, что им тоже связка передней крестообразной нужна. И, кстати, насколько я понимаю, шахматисты также имеют общую физическую подготовку, которая им нужна. То есть здесь... Обязательно. У них серьезная подготовка, на самом деле. Да. Здесь нюанс. Угу. Давай вернемся. Какие критерии четкие? Человек не зарабатывает спортом деньги. Это рекреационный спортсмен, он не играет в футбол, он катается два раза в год по неделе на горных лыжах, ходит активно в спортивный, в тренажерный зал, там ходит, пусть это будет женщина, там она ходит в группы по интересам, групповые занятия, рвет переднюю крестообразную связку. Читает интернет, понимает, что без связки жить нельзя и видит, вот, доктор, реабилитолог, не хирург, надо идти к нему. Хороший вопрос, да, на который тяжело однозначно ответить. Я постараюсь чуть-чуть общо для того, чтобы было понимание, какие есть, в общем-то, критерии. Первое, это, ну, это цели пациента. Как мы обсудили, это профессиональный спорт, да, и есть полный разрыв передней крестообразной связки, где требования не шахматные, да, а уже там беговые, прыжковые, смены направлений и так далее высокие. И без крестообразной связки, скорее всего, будет повторная травма с большими повреждениями. Это то, как я не запугиваю, а доношу до пациентов такого уровня, который некоторые, ну, в том числе, почитали в гугле, когда люди пишут, о, можно не восстанавливаться, я там, какая-нибудь суперинтересная история. Я рассказываю о том, что если будет снова, да, неконтролируемая внутренняя ротация бедра или там, соответственно, ну, смещение гольни кпереди, у вас будет, особенно с внутренней ротацией, дополнительные повреждения мениск, внутренней боковой связки, и просто ваше оперативное вмешательство станет более обширным, могут быть там переломы мышл, ну, короче, целые, более обширные какие-то повреждения. Второе, что мы, то есть, цели и задачи, какие хочет пациент, это первое, чем отталкиваемся, да, то, какая функция колена ему требуется. Второе, это, соответственно, клинические тесты, и я их ставлю вперед МРТ, потому что МРТ достаточно точный метод диагностики, но клинические проявления и, в том числе, нестабильность в быту, то есть, какие проявления у пациента, есть жалобы, да, его ощущения. Если есть клиническая нестабильность, то есть, он чувствует люфт, блокады колена и так далее, мы с тобой знаем, что это прямое показание операции, поэтому здесь все-таки, если мы, ну, если в быту его, как бы, отек спал, вот после операции, острое проявление, там, до четырех недель в среднем, да, функция его устраивает, амплитуда в целом восстановилась, да, нет ощущений нестабильности в быту клинической, так скажем, и у человека требование, ну, как, скажем, бегать по прямой, да, условно, или, там, ходить в пятерочку с пакетом, то в целом нет никаких причин, наверное, склонять его к операции. Но здесь, как бы, подкроется такой неприятный, вот, пример приведу пациентке, которую сейчас я веду реабилитационно, которая шесть или семь лет назад был раздыв передних стаобразных связок полный, она не знала, у нее была классическая внутренняя ротация бедра с большим отеком, ну, такой достаточно сильный, она после этого расходила, переходила, все заросло, прошло пять лет, она шла на свой день рождения, противная очень ситуация, вниз по большим ступенькам получать подарок, и у нее снова произошла внутренняя ротация бедра, опять большая травма, она упала, и у нее до конца, скорее всего, либо доразорвался крест, который был, и вот она снова, получается, уже после этого с полным разрывом, с разрывом неприятным мениска, который в итоге сшили, вот попала на реабилитацию, понимая, что, ну, как бы, дальше не хочет такой бытовой травмы, то есть здесь, еще раз, бытовая травма, бытовая травма тоже, ну, зачастую в ней рвется передняя кистообразная связка, да, и, соответственно, с порванной уже или надорванной у нас не ниже риски совершенно повторной травмы, поэтому тоже, как бы, здесь не к тому, что надо всех точно оперировать, но в целом, как бы, опять же, все упирается еще раз в клинические проявления, и еще в готовность человека выполнять, получается, силовые упражнения пожизненно, да, потому что как только он потеряет контроль бедра, да, особенно в боковой плоскости, как только он потеряет силу мышц, стабильность колена и так далее, силу мышц у него сразу же повышаются риски, в том числе, бытовых повреждений, поэтому некоторые люди, ну, как бы, понимают, да, то, что они не готовы, как бы, пахать всю жизнь и, в том числе, думать о том, что у них какая-то неполноценность, и они понимают, что, ну, окей, год до полного восстановления, они готовы прооперироваться, подождать, если нужно, там, очереди себе, и дальше восстановиться полностью, и не думать о том, что у них есть потенциальные риски, повторные травмы и, там, каких-то еще больших травматизаций, мениск того же, там, внутренней, боковой и всего остального. Поэтому, еще раз, здесь, я говорю, тяжело ответить, но еще раз, это ощущения пациента, клинические проявления, какие, что его беспокоит, да, насколько функция колена его устраивает после того, как прошел острый период после травмы, ну, и в идеале какие-то реабилитационные мероприятия, насколько работают реабилитационные мероприятия, есть и клиническая нестабильность, картина МРТ, естественно, да, и вот дальше мы от этого, от всего отталкиваемся, то есть критерий у нас много, и, естественно, его цели и задачи, да, если мы говорим все-таки про горные лыжи и полный разрыв переднехостообразной связки, я не люблю, так скажем, истории катания в брейсе, потому что я считаю, это не полноценная жизнь, я считаю, что это, пока вы в брейсе, вы, условно, больной человек, потому что вы надеваете наколенник, ваш мозг знает, что вы защищаетесь, более того, будет атрофия в брейсе, ну, и так далее, то есть я считаю, что это, я бы лучше прооперировался, вот если бы, возьму себя, не дай бог мне, конечно, попасть в это, но я бы вместо того, что с полным разрывом кататься в брейсе, без клинической нестабильности вне катания, и с риском, да, повторной травмы, понимая, что у меня нет стабилизации нужной, отсутствием связки, я бы прооперировался. Я хотел в конце задать этот вопрос, по поводу, если бы, нет, не про брейс, по поводу того, что если, не дай бог, ну, если у тебя такая ситуация, какой бы у тебя был бы выбор у меня, ну, вот, глядя на своих пациентов, глядя на то, как это все проходит, я думаю, что взвесив все за и против, я бы выбрал хирургию для себя, единственное, я бы это сделал в максимально удобное мне время. Ну, вот, да, тоже, я вот в целом тоже понимаю сейчас, ну, то есть многие пациенты неоправданно боятся операции, ну, то есть в моем представлении, это еще вот эти фобии пошли, на самом деле, от того, что врачи там какие-то не такие. Сейчас уровень хирургии в России, я считаю, люди перестали в Германии ездить, оперироваться, да, потому что… Ну, если их специально туда не отправляют? Да, в целом, в том числе, потому что иногда и оттуда, я извиняюсь, переделывают, да, операции. Ну, то есть не будем это все обсуждать, просто к тому, что у нас сейчас уровень хирургии, я считаю, суперкрутой. Ну, то есть по уровню специалистов и вообще технологии, всего остального, я считаю, вообще не уступаем. Ну, потому что вижу я в своей среде, это действительно так, во-первых, то, на чем мы работаем, это не везде в Европе такое есть, и то, чем мы работаем, все то же самое, руки те же учились мы в большинстве своем, опять же, там же и привезли все эти технологии сюда, поэтому каких-то проблем больших я не вижу. А вот проблемы с реабилитацией, почему все всегда говорят, что почему надо ехать оперироваться в Германию? Ответ простой, никто не скажет, что там лучше соперируют. То есть, ну, я, там, есть Инстаграм, и мы видим, конечно, есть монстры, то есть, прям монстры хирургии коленного сустава, плечевого сустава, и смотришь, конечно, широко открытыми глазами, но 99% моих коллег не делают чего-то такого, что не делаю я, не делают что-то, чего-то такого, чего не делают мои друзья, мои коллеги, но всегда возникает вопрос, то есть, ответ на вопрос, почему туда. Там лучше реабилитация. У меня встает всегда вопрос, сколько времени вы планируете провести там, где вам это будут делать. Ну, мы взяли на две недели, сначала это будет клиника, потом это будет отель, и мы будем ходить на физиотерапию. Вот скажи, пожалуйста, в твоем понимании, и наверняка ты владеешь информацией, потому что для меня это немножко непонятно. Что за эти две недели делают с пациентом такого, ну, кроме как облизывают, чего невозможно сделать здесь? Ну, собственно, две недели – это ценный, конечно же, период для снятия отека и так далее, нормализации всех функций, наблюдение, что нет воспаления и всего остального, но в целом, естественно, за две недели мы ничего особенного сделать не можем. Поэтому эти две недели ценности большой не имеют, на самом деле. Ценности имеют все этапы реабилитации, они ценны, у всех есть свои фазы, в каждой фазе есть свои цели, задачи, и как бы без перетекания плавно из одной в другую, выполняя определенные критерии, у нас как бы две недели, то есть они, на самом деле, мне кажется, самые простые, условно, из всех. Да, то есть они реально простые, как раз все творчество начинается дальше, когда они начинают ходить, когда дозировка ходьбы, переходил там отек, то есть дальше начинается, на самом деле, сложность с техникой выполнения упражнений, потому что там все очень просто, все сидя, лежа, прямую ножку в одну сторону, сгибаешь, сгибаешь, все, у тебя больше ничего нет. Ну, то есть, условно, да. Вот эта массивная физиотерапия, электростимуляция, все остальное, ну, в реальности, я даже этим сейчас не пользуюсь, примерно одинаковое восстановление. По поводу… Потому что, да, то есть, возвращаясь к вопросу, к его ответу, ничего ценного за эти две недели мы не получаем. Ну, бизнес – ничего лишнего. Не бизнес – ничего лишнего, а просто, то есть, это как бы в пакете, условно, да, предусмотрено, но еще раз, от этого каких-то функциональных преимуществ я… Ну, ты же тоже слышал, что это плюс, почему там лучше? Слышал, да, но я лично знаю людей, которые ездили оперироваться с голеностопным суставом человека, которые сказали, да иди, нормально, все. Человек после операции на простифаланговом суставе, например, ему даже не сказали, что нужно со временем разработать тыльное сгибание простифалангового. У него осталось 50% амплитуды, просто потому, что ему не сказали, что можно и нужно. Вот так вот, извиняюсь, носочки вставать. Это из Германии приехал, с вот этими всеми вроде бы, как бы, стандартами и всем остальным. Поэтому Германия, как бы, в Германии рознь, да, поэтому все, все равно упирается в реабилитацию. У нас в России, там, если обсудить эту проблему, да, она в зачаточном виде. Еще одна проблема – это отсутствие нормальной взаимосвязи, звена оперативного с реабилитацией. То есть, наша, так скажем, советская реабилитация или ЛФК, профессия, к которой мы вернулись сейчас, да, реабилитолог теперь только в Инстаграме, на самом деле, и в нашем эфире, а мы вернулись к врачу и лечебной физкультуре, да. Но в целом это и есть реабилитация, по большому счету. Вот, но и в целом, ну, то есть, то, что реабилитация наша, российская, советская, сильно устарела. На самом деле, как и многое в ортопедии, да, если быть честным. Поэтому здесь только энтузиасты, те, кто хотят думать по-другому, да, хотят лечить по-современному, читать научные публикации, учиться в зарубежных спикеров, ходить на какие-то учебы, платить деньги, там, частные, где мы, в том числе, там, преподаем с Валей. Это нужно, как бы, захотеть, вот. И далеко не все готовы это делать. Плюс есть еще раз проблема просто, вот мы с тобой взяли энтузиасты, да, я знаю, что тебе не все равно на колено, которое ты прооперировал. Ты знаешь такого, как я, еще пять, как ты сказал, которые от души по-настоящему помогут восстановить функцию. Но ты понимаешь, что далеко не все так работают. Мне говорят, ЛФК, реабилитация по месту жительства, ну, как в выписке пишется, а человек дальше, как бы, не знает его и там начинает, либо сам по Ютьюбу, дай бог, а некоторые приходят ко мне через восемь месяцев с очень плохой функцией, просто потому, что они живут в каком-то, ну, городе, где у них нет ЛФК и реабилитации. А онлайн-встреча, ну, не всем приходит в голову. Вот именно то, что приходит в голову, нет вот этой информированности и у наших коллег, смежных в том числе, к сожалению, потому что, ну, тем более сейчас эти ковидные времена, когда онлайн он вырос и вырос, мне кажется, нет той сферы, где он не вырос. И возможности к очному общению, они намного снизились, возможности к онлайн, и вы молодцы, как бы, в этом действительно серьезно продвинулись, потому что таких продуктов на рынке, наверное, есть, но по качеству, опять же, нужно понимать все-таки фундаментально, что тому или иному суставу надо в тот или иной этап реабилитации после наших хирургий. У нас есть немножко вопросов. Можно договорим про реабилитацию, вот эту проблему звена хирург плюс реабилитация в идеальном мире выглядит, как в Германии, да? Клиника, прооперировали, хирург там же доносит реабилитологу, как дела, чего там, шов минист, какие-то особенности ведения операции, как мы с тобой обсуждаем после операции. Это важно, потому что у всех тоже в операционной ты подтвердишь, что все немножечко, скорее всего, по-разному. Однозначно. Сухожилия разные, пиныли, трансплантаты, там, канал, в общем, шов минист, минист. И это все тоже важно обсудить. Но еще раз, это мы с тобой энтузиасты можем это сделать, мы друг друга знаем и готовы к взаимодействию лечить пациента. Но далеко не все. Поэтому в идеальном мире я у тебя в клинике, условно, да? Ты мне передал его, я человеком начал, там, две недели он у нас, не знаю, живет, не живет, или просто сразу выдаем, разбираем упражнение, он ушел, делает упражнение, приходит снова ко мне через 3-4 недели, либо если он из другого города, онлайн с ним встретились, все, и дальше мы с ним вот так восстанавливаем функцию. И так должны все пациенты в норме лечиться. Я могу сказать, что у меня сейчас практически 100% пациентов идут именно по этому пути. Великолепно. Потому что, ну, иначе просто ко мне будут претензии. Как к хирургу, который плохо вылечил колено. На самом деле я могу сделать все идеально, а процесс реабилитации, он, ну, и к тебе тоже приходит через 3 месяца. У меня стандартный протокол, это 3, 6, 9, 12 месяцев после операции я должен посмотреть пациента, посмотреть его ногу, через 6 месяцев он делает МРТ, чтобы понимать, что к чему. И 3 месяца нога никакая, мышц нет. 6 месяцев их становится немножко больше, но есть люди, которые говорят, что у меня не получается. Но, соответственно, они что-то пропустили. Потому что через 3 месяца, понимая, что происходит со связкой внутри колена, мы можем давать более агрессивную реабилитацию. И вот этот момент, он пропускается. Ну, мы стараемся, мы идем. И очень хорошо то, что есть сейчас соцсети, в которых наши пациенты нас очень часто находят. И мы им открываем глаза, и это здорово. Я предлагаю немножко ответить на вопросы по поводу хондропротекторов. Я хочу, ну, как-то, наверное, точку поставить. Хондропротекторы – это препараты, которые содержат, как правило, хондроитин и глюкозамин. Это в классическом варианте. И можно совершенно точно сказать, что эти препараты не попадают внутрь никаких суставов. И не вызывают, как сказать, хрящ не растет. И не восстанавливается. И не восстанавливается. Есть исследования большие. Именно эти исследования дали возможность рекомендовать эти препараты для приема при начальных стадиях остеоартроза. Которые говорят о том, что при длительном приеме, 3 и более месяцев, эти препараты оказывают небольшой противовоспалительный эффект. Здесь точка. Актуальнейшая тема. Нам тоже нравится. Спасибо. Можно добавлю немножко? В целом, не только при начальных артрозах. При всех воспалительных явлениях суставов, артрит, артрозах, гремучих, извиняюсь, 3-4 степени, тоже были позитивные явления. Но есть препараты противовоспалительной группы, называется НПВС. И это будет гораздо более дешевое и гораздо эффективнее средство для того, чтобы снизить воспаление в суставе. Поэтому хондропротекторы по текущим исследованиям – это дорогой, низкоэффективный противовоспалительный препарат. Самое главное, чтобы спонсором этой передачи не была компания, которая производит хондропротекторы. Без обид, ребята. Как есть. Уколы гиалуроновой кислоты. К ним я отношусь как врач-травматолог-ортопед лучше, чем к хондропротекторам пероральным. Это препараты, самая главная проблема хондропротекторов – не расширять показания, то есть не хондропротектор, а гиалуроновой кислоты, не расширять показания к их применению. Они работают, они работают очень хорошо. Это показывает практика моих пациентов на протяжении, наверное, есть пациенты, которые практически уже больше 10 лет приходят ежегодно, регулярно раз в год. Я вижу результат, мне они нравятся, пациентам тоже они нравятся, но если колоть гиалуроновую кислоту в терминальной стадии остеоартроза, понятно, что будет негативный эффект, негативный отзыв, скажем так. И это будет являться проблемой, которая связана скорее не с гиалуроновой кислотой, а с неправильным подбором этого метода лечения для данного конкретного пациента. А почему, если не секрет, это уже профессиональный вопрос, там условно с 3-4 степени остеоартроза нет? Потому что есть протоколы, которые говорят, что 3-4, тем более 4-ая, это уже анкилоз стадия остеоартроза, мы не берем хондромаляцию, а именно остеоартроза. Единственный радикальный метод лечения это эндопротезирование. Это я понял, нет, почему ухудшение будет? Я просто знаю, кому лучше, когда колют с 3-4 как раз. Потому что мы умеем уговаривать пациентов, и мы, я, это плацебоэффект в том числе. Я понял, но ты согласен, любое вмешательство и действие, даже упражнения некоторые плацебоэффекты есть, и тому есть доказательная база своя. Нет, вопрос того, что, ну то есть, понятное дело, ну скорее, ты просто так как сказал, не показал, что противопоказано при 3-4 степени. Знаешь, я всегда считаю деньги пациентов. Это понятно. И когда я говорю, что у вас разрушен сустав, мы вам сейчас сделаем укол, и вам станет лучше, это будет неправда. И это неправда стоит для пациента, если в рублевом эквиваленте, ну минимум 20 тысяч рублей за курс, либо за один укол. Зачем? Согласен. Есть, извини, вторая категория, которая приходит и говорит, доктор, это мои деньги, и неважно. Понимаешь, и этим пациентам, да, мы делаем уколы. То есть, здесь контроверсия, но я никогда не скажу пациенту, которому нужно менять сустав, что та терапия консервативная, кроме лечебной физкультуры, которую я могу предложить, она возымеет эффект волшебной таблетки, волшебного укола и сделает пациенту лучше. То есть, ну надо быть честным с пациентами, и здесь, собственно, строится философия. В целом, мне, наверное, странно будет комментировать ялуронную кислоту, потому что я в целом ее уже не ввожу, наверное, с того момента к я ординатуру закончил. Но в целом, просто да, современная доказательная база неоднозначно, на самом деле, говорит по поводу эффективности. Есть эффект, почему до конца, на самом деле, он не очень понятен. И в целом, но для, то есть, если какие-то артрозы, да, и постоперационные пациенты, то потенциально я вижу, что, ну, можно, да, вполне. Я вижу, что становится лучше, это прям, ну, объективно. Возможно ли артроз после удаления мениска? Да, мениск это, здесь у нас не осталось мениска, мениск лежит между двумя косточками, вот здесь. И он является очень важным амортизатором сустава, некой такой подушкой, которая обеспечивает конгруентность, то есть, правильное взаимоотношение между бедренной и большеберцовой косточками. Когда, почему мы во время хирургии стараемся удалять минимальную часть мениска, только ту часть, которая повреждена, и оставлять, обрабатывать, делать так, чтобы она осталась функционировать, оставшуюся часть мениска. Именно поэтому, чтобы минимизировать те дегенеративные изменения, к коим относится артроз, которые, собственно, и являются проблемой в дальнейшем. Можно тоже добавлю немножко здесь уже по моей тоже части. Здесь, на самом деле, если говорить про то, что исследовали, на футболистах в большей степени это исследовали, потому что у них часто рвется мениск, и начали вести их консервативно и резекцию делать. Раньше хирурги апеллировали данными, что вот мениск у тебя порвался, он там торчит, стирает тебе артроз, и типа надо оперироваться. Не знаю, насколько это манипуляция, возможно, не будем это обсуждать, но в целом, по современным данным, резекция мениска больше рисков гораздо артроза нам дает, чем консервативное введение. И поэтому даже футболисты премьер-лиги стараются вести консервативно. Если есть рецидив или недостаточная функция для выхода на поле, то уже либо шов, либо резекция. Вот, то есть, примерно так. Соглашусь с тобой, и в своей работе мы также активно применяем эту методику. Я никогда не буду оперировать пациента, если это только не разрыв, который требует срочной, либо экстренной операции, когда, допустим, существенно ограничивается функция колена. Колено блокируется, есть такие типы разрывов. Типы разрыв корня. И корень, да, корень мениска, но это совсем уже в глубину мы здесь отдельно надо. То есть, есть показания для срочных операций, есть показания для, так скажем, отсроченных операций, когда мы начинаем все-таки с консервативных методов лечения. И чаще все-таки ко мне, как на некое экспертное мнение, приходят пациенты, которых, собственно, давно это уже мучает. Они уже пролечились консервативно, они позанимались лечебной физкультурой, они проделали какую-то физиотерапию. Им уже прокололи в колено все, что можно было проколоть, хотя часто не нужно. Ну, ничего не помогает. Можно здесь чуть-чуть добавлю, да, вот по поводу консервативного лечения. В отличие от оперативного, там все понятно, раз, оперируем, да, выполняем такую-то операцию. Консервативных лечений методов очень много, да, начиная с ЛФК, где ЛФК, ну, само по себе даже ЛФК назначение упражнений, очень, да, такая штука, очень размытая, да, есть ЛФК 20 упражнений на листочке, не твоих. Есть дозировка упражнений, да, прогрессия, ну, и так далее. Есть много-много всего, техника выполнения упражнений, сопротивления и так далее. И здесь скажу, как специалист, к которому тоже часто приходят, как не первые инстанции, да, а четвертые, там, или шестой, с последними просто надеждами. И вот скажу, что одно и то же упражнение, делал пациент, мы делаем чуть-чуть по-другому, и у него не болит. Это не к тому, что я волшебник, а к тому, что объем консервативных вмешательств, да, кто-то скажет, ну, НПВС попейте, да, аркоксию, не помогло, ложимся, ну, как бы, да, оперироваться. Поэтому здесь, да, очень много всего, и, естественно, лечебная физкультура – это единственное, что может восстановить функцию после травмы, да, особенно если был отек, нарушение функции и, собственно, ингибиция, то есть, как сказать это, простыми словами, отрубание мышц, тока от мышц из-за того, что была травма, для того, чтобы там все зажило. И из-за этого будет всегда атрофия, мышцы послабеют, у нас будет хуже функции, такой замкнутый круг. Вот, поэтому без упражнений нам никуда не деться, и лечебная физкультура всегда должна быть при консервативном лечении. Если говорить про мениск и обсудить немножечко консервативное введение и оперативное мениско с крестообразной связкой, ну, увы, ей нет помощников сильно, да, если она порвана полностью, будем честными, ну, просто еще раз, слишком, наверное, высокая вероятность рецидива даже бытового, что мы обсудили. Вот с мениском современная статистика напрямую прям нам говорит, повреждение мениска, если нет блокады колена, да, разрыва корня мениска, там, ну, каких-то таких серьезных нарушений, нестабильности клинической, опять же, то мы всегда ведем консервативно. Это современные рекомендации, которые, если ты добавишь еще, там, ну, может, какой-то разрыв ручки лейки, да, сложный, комплексный, то тогда мы начинаем консервативно, вне зависимости от, так скажем, того, как, что идет. И у меня куча примеров, когда, ну, человеку сказали 3-4 человека только оперативно, и в целом я говорю, пробуем, я не говорю, что я 100% прав, пробуем консервативно, не устраивает функция, да, 3 месяца у нас в среднем дается по международным стандартам на реабилитацию, на консервативное лечение, ну, то есть на все, что, в том числе, реабилитацию, и если человек устраивает функция, нет всех тех проявлений, полное сгибание, да, и так далее, восстанавливаем, не вижу причин думать о том, чтобы оперировать. У нас здесь есть очень хороший пример, опять же, наша совместная с тобой работа, это один известный московский художник, да, вот, когда на обоих коленах были повреждены мениски, я отговорил его оперироваться, мы провели как раз серию инъекций, и после этого Никита ушел на реабилитацию, и он мне прислал прям восторженное сообщение о том, что все здорово, я снова бегаю, поэтому… Это, кстати, один из самых сложных менисков, который у меня был вообще, то есть там несколько рецидивов было, то есть там, ну, не буду рассказывать подробно, у нас было где-то 3-4 встречи, там тяжело с дозировкой бега, к которому он вернулся и хотел, у него цель была, то есть у него функциональность, функционал требования… Я просто, понимаешь, я понимаю, извини, что если я его прооперирую, я ему не верну то, что он хочет. Нет. Вот этот вот момент очень важный. Я на самом деле скажу так, что консервативное лечение, вот это 2-3 месяца на реабилитацию до операции, и когда люди думают, а я прооперируюсь, и не нужно будет эти 2-3 месяца, я человека расстраиваю, что реабилитация дальше, она ничуть не более простая. А вот это отрубание, извиняюсь, мышц, это будет еще больше после операции. Нам, на самом деле, тяжелее восстановить после операции, поэтому операция – это не волшебная палочка. Я людей радую обычно, когда у нас консервативно не получается восстановить повреждение мениска. Я говорю, дорогой, повреждение мениска – сама по себе операция, по ее разрушительности, времени в том числе, вот этой ингибиции мышц вокруг и времени реабилитации – самое лучшее, что могло с тобой произойти. Ну, то есть, реально, 2 месяца, как ты обычно показываешь спойлеры, когда люди из операционной чуть ли не выходят без хромоты. И человек сразу такой, а что, правда, что ли? Мениски разные повреждения. Я понимаю, в целом, в любом случае, согласись, это не крест, где у нас разрушительная операция, где у нас такая реконструктивная операция. У нас осталось совсем мало времени, поэтому я предлагаю ответить на 2 последних вопроса. Если мы успеем, фигуристы, то есть, ну, давай так, профессиональный спортсмен, я думаю, что здесь можно сказать критерии, через сколько можно думать о возврате в спорт? У фигуристов? Да. После пластики-свески. Здесь зависит, профессиональный спорт, не вижу, не написано профессиональный. Здесь, да, критерий, по идее, ну, такого возврата в агрессивную, прямо уже соревновательную деятельность, ну, я бы не раньше, чем 8-9 месяцев. 9 месяцев. Это на футболистах посмотрели, что раньше 9 месяцев у нас... Не нужно. Да, выше риски, колоссальная ревиза. И хорошее в завершение вопрос. Дилетантский, как его назвал автор Константин. После нагрузки на любительских соревнованиях сделали МРТ коленоустава, застарелый разрыв заднего рога мениска, частичное повреждение передней кистообразной связки. Продолжаю белок. А если вы продолжаете этим заниматься, если нет существенно никаких изменений, то не нужно думать вам ни о каких операциях. И слушайте свое колено. Если оно будет говорить о том, что да, во мне есть проблема, только не прислушивайтесь, а прям слушайте, потому что тоже разные вещи, то, наверное, есть смысл прийти на прием и к ортопеду, к ортопеду, который занимается хирургией, артероскопией, то есть это лечение через маленькие проколы, лечение с помощью эндоскопии, и обсудить, насколько нужно. Но опять же, вы должны понимать то, что мы обсуждали, что хирургия в данном случае – это лишь начало длинного-длинного-длинного пути. Можно маленькую добавлю здесь ремарочку? Кажется, этот случай очень хороший, я на нем просто в завершение пример приведу. Очень важно понимать тип травмы. Есть механическая травма, удар, падение, хруст, я называю трах-бабах-шандарах, с повреждением тканей. Тогда у нас миск может рваться, крест и так далее. Если у нас не было механической травмы, но была нагрузка, как, возможно, было у человека, эта травма называется не механического характера, она называется, как правило, чрезмерного использования. Это overuse injuries или нагрузка была чрезмерной, или подготовка была плохой. И еще раз, боль, она не связана с повреждением, как правило, а связана с перегрузкой тканей, которые нам сказали, вплоть до 9 баллов по 10-балльной шкале иногда, о том, что хозяин, больше не нужно, мы перегружены. Это мышцы, сухожилия, много всяких тканей, которые тоже могут болеть. Они часто маскируют боль по внутренней части. Это я про тендинит гусиной лапки, которая вчера вот девочка из Казани ко мне приехала, 4 ортопеда посмотрели, все сказали, рейт мениск, мениск на МРТ порванный. Можно это обсудим, потому что прямо это такой очень типичный случай, когда картинка на МРТ показывает разрыв мениска, который, почему мы так думаем, и я так говорю, по статистике у людей старше 30-70% есть повреждение мениска. Есть исследование, где у бессимптомных людей… Молодая девочка. Девочка молодая, да. Девочка это моложе даже, 22 года. Но неважно, у нее… Точно такая же у меня была на этой неделе. Нет, на той неделе, в конце той недели. Нет, она только прилетела вчера. Неважно. Прилетела ко мне и сразу улетела вечером. Без боли уже уехала. Вот у меня прям видео снятое. 5 баллов болт в глубоком приседе, неограничено сгибание, не было ротации и так далее. Хоккей. Боль по внутренней части колена, ноющая, нелокализованная, неограничена, полная амплитуда сгибания, боль после нагрузки, не во время, тянущая, ноющая, но не мениск же. Ну нет, конечно. Все тесты отрицательные, то есть, ну просто… Но на МРТ есть повреждения мениска. Все верно. Ну конечно же… Лечим картинку. 10-9 из 10 скажут, что надо оперировать. Еще раз. И не было хруста, не было внутренней ротации, не было столкновения, удара, механической травмы. Мениск так не рвется. Конечно. Подтвердит, пожалуйста. Поэтому еще раз. Если вы бегали, прыгали, скакали, что угодно делали, чего угодно, и у вас заболело что-то, то вы идете к спортивному врачу, реабилитологу. Или ортопеду, который понимает в спортивных травмах и знает, что такое тендинопатия и гусиные лапки, они только увидят мениск, захочут его отрезать или зашить. Неприятная просто перспектива. Ко мне в среднем раз в две недели приходят люди после оперативного вмешательства, чаще всего это резекция мениска, с продолжающейся болью, которая у них была до этого. Это вот тот самый случай. У меня есть такие пациенты, и я адекватно понимаю, это неприятно. Это супер неприятно. Я знаю даже человека, которому сделали эндопротезирование коленного сустава, и его боль продолжается, которая была до этого. Это супер отвратительно, и у него тоже боль была из сухожилий и мышц вокруг. Этот человек начал бегать в 42 года, в 44 у него заболело колено, посмотрели артроз второй-третьей степени, и он сразу согласился по аквоте на эндопротезирование. И, естественно, результат сейчас его совершенно неизвестно. Но мы можем сказать вслух, слово есть же такое понятие у нас, которое нигде не описано, называется оно квотопедия. Ну да, не будем уходить в квоту. Здесь скорее вопрос того, что, ну то есть, еще раз, не спешите, соберите мнение, сходите к некоторым специалистам. Мы кричим об этом из своих соцсетей, о том, что нет ничего зазорного, и поверьте, для нас это не обидно. Второе, третье, четвертое, пятое, да сколько нужно мнений, нужно собирать. Но собирать, стараться все-таки у экспертов в той или иной вот прям локализации проблемы. Спортивная травма к спортивному врачу. Конечно. Я думаю, что так. Последний вопрос. Должен ли внести хирург ответственность за неправильную пластику передней костообразной связки? Ну, если мы говорим о юридической ответственности, то здесь не имею ответа на этот вопрос. Прости, поджиму, вот это важно. Мне просто не будем рассказывать эти случаи, когда, я думаю, ты их больше видишь, чем я. Но у меня прям есть очень плохие, когда удаляют трансплантат, костный блок из подвздошной кости и новый трансплантат ставили, из-за того, что канал был неправильный. Это да. Как это регламентировать? То есть понятно, что операция сделана не совсем верно, не по технологиям. Стандарты есть какие-либо? Дальше как? То есть, ну, скорее всего, я не знаю, это обращение в клинику за какие-нибудь... Хирург сказал, все нормально, могу... Нет, 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 но это тогда уже... Ну, как суд, суд, наверное. Не знаю. То есть, смотри, суд должен... Извиняюсь, что я вкапываюсь, потому что прям важная тема, дообсудить ее, и на этом мы будем потенциально завершать. Где критерии? То есть есть критерии? Есть, конечно. Есть канал, правильно? Они в учебниках написаны, эти критерии. В суд с учебником ты придешь? Нет, в суд придет группа экспертов, которые оценят эту работу, вот и все. Я понял. Просто вот такой случай, когда человек по квоте сделали, не буду говорить, в какой больнице какой врач, и после этого человека... Я... Нет разгибания, понял? То есть нет полного разгибания? Я знаю, о чем речь, да. Несколько таких пациентов в месяц, и, ну, они есть, они есть. Слушай, давай так, во всем мире, что в Америке, что в Европе, 90% тех же пластик передней крестообразной связки делается хирургами, которые делают, условно, 10 связок в год. 90% всех связок делается... Очень много. Это очень много. И то есть лишь 10% делаются экспертами, которые делают, там была золотая пятерка в свое время, еще давно в Германии, там 5 человек, которые делали за год больше 1000 связок. Каждый. Но здесь другая сторона медали. Представляешь, 1000 связок в год. То есть 200 рабочих дней, это 5 связок. Конвейер. Ну, что ты там будешь вот на канал с миллиметра кпереди, миллиметра кзади. Понятно, что в итоге качество у тебя будет, наверное, лучше. Просто потому, что опыт большой. Оборот. Да, но был 15 лет, 15, чуть меньше лет назад, приезжал один очень известный австрийский хирург. И, наверное, на этой истории мы закончим. И есть при пластике передней крестообразной связке определенные инструменты, которые позволяют нам добиться практически миллиметровой точности. И этот хирург не использовал эти навигационные инструменты, так называемые направители. И на вопрос, заданный нашими хирургами с широко открытыми глазами, почему, он говорит, слушайте, ну, когда вы будете 1000 связок делать в год, тогда у вас вопросов, куда эта спица выйдет, когда я ее сверлю, у вас их не будет. Вот. Но с другой стороны, мое мнение, что это тоже не совсем правильно. Поэтому везде есть алгоритм, везде есть четкий протокол. Ты должен сделать А, Б, В. И тогда у пациента будет все хорошо. А потом реабилитолог должен сделать А, Б, В, Г, Д, Е. И у пациента точно совершенно все будет хорошо. На этом мы закончим. Я думаю, что получил содержательное, хорошая беседа. Мы получили удовольствие от общения друг с другом. Надеюсь, что вы получили удовольствие от общения с нами. Последнее. Мы же затеяли мероприятие с нашими коллегами в Сочи. Конференция. Артреклуб. Артреклуб на горных лыжах. Я билетолог вам нужен? Скорее всего, да. Нам понадобится хороший реабилитолог. Поэтому мы готовимся к лыжам. Вам здоровья, здоровья вашим суставам. И до встречи на этом прекрасном канале. Всего доброго. Всем пока. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok